Восемнадцать часов столицы. Вы смотрите новости на телеканале Хабар 24. С вами Асель Шай Ахмед. Выпуск сопровождается с ордопереводом от Хасана Исраилова. Добрый вечер. Добрый вечер. Компания «Казавтожол» напоминает, при возникновении нештатной ситуации водители могут обратиться по короткому номеру 1403. Штормовое предупреждение объявлено. В Кустанайской области в регион вернулись метели с порывами ветра до 30 метров в секунду. Снежные переметы отрезали дороги в десятки населенных пунктов. Не смогла выехать из Карасузского района. И наша съемочная группа, несколько трасс ведущих в областной центр, оказались заблокированными. За пределами поселка нулевая видимость. На выездах из районов, где господствуют сильные бураны, устанавливают блокпосты. Экстренные службы работают в усиленном режиме. КамАЗ столкнулся с пассажирским автобусом в столице. ДТП произошло сегодня утром на пересечении улицы Кушкарбаева и проспекта Абылайхана. По информации департамента полиции, 54-летний водитель автомашины КамАЗ, не справившись с управлением, допустил столкновение с маршрутным автобусом номер 22. От удара автобус выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Шкода Рапид, который ехал по встречному направлению в сторону улицы Тулебаева. В результате аварии в городскую больницу доставлен 63-летний пассажир автомашины Шкода Рапид. В маршрутном автобусе находились около 30 человек. К счастью, среди пассажиров автобуса пострадавших нет. В отношении водителя КамАЗа составлен административный протокол, проводится проверка. Участники конфликта с полицейскими, который произошел в Курдайском районе Жамбылской области, арестованы. Об этом заявили представители Генеральной прокуратуры Казахстана. Все трое обвиняемых признали вину. В районный суд уголовное дело с обвинительным заключением направили еще 14 февраля. Напомню, за неделю до этого при патрулировании села Сортобе сотрудники дорожной полиции остановили автомашину. Документов на транспорт у водителя не было. Ему предложили проехать в отдел. Однако требованием стражи порядка автолюбитель не подчинился и отправился домой. Там вместе с двумя братьями сельчанин применил к людям в погонах насилия. Двое преступников в медицинских масках напали на автозаправочную станцию в микрорайоне Лесхоз в Атырау. Инцидент произошел минувшей ночью. Угрожая кассиру предметом, похожим на нож, они забрали из кассы 200 тысяч тенге и скрылись. Но вскоре были задержаны полицейскими. Напомню, что в нефтяной столице это уже второе с начала года разбойное нападение на АЗС. Первое произошло в ночь на 9 января. Тогда двое преступников, угрожая охраннику и продавщице травматическим пистолетом, забрали из кассы 268 тысяч тенге. Позже они были задержаны. Это 23-летние и 18-летние жители микрорайона Лесхоз и пригородного села Кугарна. Вещественные доказательства, именно деньги у них изъяты. Оба помещены в изолятор временного содержания управления полиции города. Ведется досудебное расследование. Иная информация не разглашается. В Казалородинской области ежегодно наблюдается уменьшение добычи нефти на миллион тонн. Сокращение также ожидается в Актюбинской и Мангистауской областях. В связи с чем в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов работают над активацией георазведки. Сегодня на заседании правительства под председательством Аскаромамина рассмотрен проект концепции госпрограммы по развитию отрасли георазведки. На 2021-2025 годы. Разрабатываемая программа будет направлена на обеспечение геологической изученности территории Казахстана. Как отмечают в Министерстве, в стране есть залежи золота в Кустанайской области на территории между Центральным и Восточным Казахстаном, южной части страны, прилегающей к Кыргызстану. Также могут быть открыты свинцово-цинковые месторождения, залежи вольфрама, молибдена, алюминия, олова и редкоземельных элементов. Для разведки намерены привлекать инвесторов. В части углеводородов геологами выделено 15 бассейнов с прогнозными ресурсами топлива порядка 76 миллиардов тонн. Геология в Барлаузене В геологической разведке будут применяться геофизические исследования и зондирование земли. Поручаю Министерству экологии, геологии и природных ресурсов до 31 мая этого года внести в правительство проект госпрограммы. 65% казахстанцев покупают в интернете товары и услуги с помощью смартфона. Как отметил министр торговли и интеграции Бахат Султанов, объем рынка электронной коммерции в Казахстане в прошлом году увеличился в 1,8 раза и превысил 700 миллиардов тенге. Глава ведомства полагает, что цифровизация торговли позволит снизить цены на продукты питания, а также сделать ценообразование прозрачным. Он предлагает стимулировать развитие продаж в интернете и привлекать к этому больше интернет-магазинов. Сегодня в стране зарегистрированы 2000 электронных площадок, из которых налоговыми льготами пользуются всего 579. Напомню, в Казахстане интернет-магазины временно освобождены от уплаты подоходного налога. Важно, не ужесточая регулирование, принять меры по стимулированию легальной деятельности этого сектора, так как тренды, как вы видите, показывают двузначные темпы роста. Еще один вопрос, рассмотренный на заседании правительства, касался оптимизации непродуктивных расходов. Кабмин намерен разработать предложение, которое позволит сэкономить почти 130 миллиардов тенге. При уточнении расходов республиканского бюджета необходимо провести работу по их оптимизации. Акиматам необходимо принять решение по сокращению расходов на своих уровнях. Руководителям национальных холдингов и компаний необходимо принять решение по сокращению трат, предложенных в рамках заседаний Совета директоров и правления. На 12% снизились цены на авиабилеты в Казахстане по итогам прошлого года. Как результат, число перевезенных пассажиров превысило 8 миллионов, а транзитный поток достиг 1 миллиона человек. Об этом стало известно на коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Такие показатели во многом связаны с запуском первого отечественного лоукостера. Им продано почти 900 тысяч билетов. Для того, чтобы казахстанцы еще чаще передвигались на самолетах, в этом году для лоукостера приобретут еще 6 новых бортов. Все регионы будут охвачены. Будут открыты базовые аэропорты, такие как Караганде в Ак-Тубе. Отрабатываются новые маршруты. Вы знаете, что перед Новым годом открытый маршрут Нурсултан-Жуковский. Тарифы лоукостера весьма конкурентоспособны. Большинство билетов, которые были проданы с начала деятельности, стоили ниже 13 тысяч тенге. Самый главный результат – это то, что общий рост пассажиропотока для группы компаний составил 62%. Таким образом, в Казахстане сейчас самый быстрорастущий внутренний рынок авиаперевозок в мире. Акиматы обяжут предоставлять альтернативную площадку для митинга, если указанная в заявке будет занята для проведения другого события. Такую норму содержит проект закона о проведении мирных собраний, разработанных в Министерстве информации и общественного развития. Определено время для митингов с 9 утра до 8 часов вечера. При этом собрание не должно доставлять неудобств для жителей города. Площадки для митингов должны будут определить местные исполнительные органы. Как отмечают разработчики, эти места не могут находиться на окраинах. Также вносится существенная поправка, которая позволит проводить митинги численностью до 250 человек в уведомительном порядке. То есть организаторам будет достаточно уведомить Акимата проведение шествия или демонстрации. Ответ должен быть предоставлен в течение 15 дней. При совпадении даты, время, места проведения, то есть проводят, к примеру, две организации, хотят провести в одном и том же месте и времени, то в этом случае местный исполнительный орган будет предлагать организатору другую площадку. Если местный исполнительный орган не ответил организатору, в таком случае по умолчанию мирное собрание проводится в заявленном месте и в заявленное время. 129 миллионов тенге потратят на зарплаты интервьюерам общенациональной переписи населения в Западно-Казахстанской области. Удостоверение переписчиков и планшеты получат 1150 человек. Все они заключат договор и будут получать зарплату от 75 до 100 тысяч тенге. Принудительно привлекать бюджетных работников к этим работам не будут. В регионе уже подготовлено 152 баннера. В местных СМИ будут разъяснять, как можно проголосовать на сайте онлайн. Вопросы будут касаться географических, экономических и демографических характеристик. Указать надо будет сведения об образовании, инвалидности, источники доходов, нагрузка на одного интервьюера 833 человека. Информация при вводе на планшет, она специальным шифрованием защищена. И этот шифр практически никто не сможет расшифровать. То есть эти все безопасности вопросы решены, то есть никакой утечки и личных данных наших граждан не будет. Мы это все обеспечим. 985 планшетов и мобильных аккумуляторов уже получены и протестированы. В марте будут готовы картографические материалы. Протестируем интернет, связь с селом. Составим медиаплан, продъяснение переписной кампании. По ней уже идет работа. И к новостям в мире. В Ухане от коронавируса умер главный врач госпиталя Учан. 51-летний Лю Джимин об этом сообщила центральное телевидение Китая. Он стал первым руководителем медицинского учреждения в Поднебесной, который скончался от нового заболевания. Отмечу число зафиксированных случаев заражения коронавируса во всем мире уже превысило 73 300 человек. 1874 умерли и еще 12 789 пациентов побороли недуг. 80% государственных предприятий Китая восстановили производство. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель комитета по контролю и управлению государственным имуществом. В условиях эпидемии госкомпании стремятся выполнить поставленные цели для обеспечения экономической стабильности в стране. По предварительным данным, 80% из более 20 тысяч дочерних предприятий при госкомпаниях Китая, которые курируют наш комитет, возобновили производство. Оставшиеся компании еще не вернулись к работе в основном из-за сложной эпидемиологической ситуации в некоторых регионах страны. При этом производство в нефтяной и нефтехимической сферах, а также в области электросетей, транспорта и коммуникации превысило 95%. Где-то работа ведется на полную мощность. Тем временем на борту круизного лайнера Diamond Princess, который до сих пор стоит в порту Якогаммы из-за вспышки коронавируса, выявили 88 новых заболевших. Среди новых зараженных сегодня оказался и гражданин Кыргызстана. Однако предположение о том, что он может быть заражен вирусом, исходит из того, что заболел его сосед по каюте. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел соседнего государства. Состояние кыргызстанца удовлетворительное, температура отсутствует, медикаментозное лечение не проводят. Также среди пассажиров судна болезнь подхватила россиянка. Отмечу, всего на борту находятся 3700 человек. По последним данным, общее число пассажиров с COVID-19 из них составило 542. В результате авиаобстрелов правительственных войск в городах Сармин в провинции Идлеб и Дарат-Изе в провинции Алеппо на северо-западе Сирии разрушены два госпиталя и ранены несколько гражданских лиц. Напомню, в понедельник сирийская армия сообщила о том, что ей удалось вернуть под свой контроль десятки деревень и городов провинции Алеппо. О днем ранее правительственные войска оттеснили повстанцев от важной стратегической дороги, соединяющей Алеппо с Дамаском, открыв по ней движение впервые за много лет. Президент Сирии Башар Асад в эфире одного из государственных телеканалов заявил, что борьба за освобождение провинции продолжится, несмотря на пустые звуки, идущие со стороны северных границ. Под этим он подразумевал недовольство турецких властей, которые поддерживают сирийских повстанцев. Мы полностью осознаем, что это освобождение не означает окончание войны, падение преступных замыслов или уничтожение терроризма. Это также не говорит о том, что наши враги сдались. Но мы, очевидно, утерли им нос, и это станет прелюдией их полного поражения раньше или позже. На улицах Алеппо в понедельник царило ликование, но кампания, проводимая в последние недели сирийской армии при поддержке российских войск, стала причиной самого массового бегства жителей за все 9 лет гражданской войны в стране. По данным ООН, с 1 декабря прошлого года свои дома покинули почти 900 тысяч человек. Из них 40 тысяч только за последние 4 дня. И к другим темам. В Туркестане волонтеры помогают восстановить жилье семье из 12 человек. В результате пожара, который произошел в начале месяца, люди остались без крыши над головой. Подробности у Рауля Габитова. Пожар произошел 6 февраля в одном из домов на окраине Туркестана. Огонь вспыхнул на чердаке, а затем охватил и все здание. Хозяева пытались потушить пламя до приезда пожарных, но безуспешно. Жилище сгорело как спичка. К счастью, никто не пострадал. В семье нас 12 человек. Сейчас живем на съемной квартире. Еще до пожара мы заложили фундамент нового дома. И теперь приступаем к его строительству. Недавно нас посетил Акимгорода. Он сказал, что окажет поддержку. Помогают и волонтеры. Первыми руку помощи протянули активисты из волонтерского клуба «Асар». Они каждый день помогают в строительстве и по хозяйству. Оказывают и финансовую поддержку, взяв на себя затраты на покупку окон и дверей для нового дома. В нашем клубе примерно 150 человек. В основном это студенты, но есть и взрослые. Деньги для помощи мы собираем сами и берем из благотворительного фонда. Помогаем, чем можем. По выходным приходим сюда работать. Это не первый наш проект. До этого навещали пациентов городской больницы. Дарили им подарки. В волонтерской деятельности участвует больше 5000 молодых жителей Туркестанской области. Это почти треть студентов региона. Только в прошлом году они помогли реализовать около сотни проектов. В одном только областном центре действуют три волонтерских клуба. В каждом состоят примерно по 200 молодых людей. Рауль Габитов, Самат Нагашпекулы, Ербулат Абишев, Хабар-24, Туркестан. Работы по газификации сел стартовали в Сарасулском районе Жамбылской области. Голубому топливу уже подключили первые четыре села. Для газификации всех населенных пунктов района разработали специальный трехлетний проект. Подробнее расскажет Анастасия Сулейманова. Подземный газопровод протяженностью 128 километров провели из Таласского района. Пока голубое топливо появилось в аулах Майлы-Коль, Тогаскен, Досбол и Абилда. Для Жаухар Макулбековой иметь в доме газ было давней мечтой. Лютой зимой приходилось топить печь. Все это отнимало много времени и сил. Теперь трудности остались позади. С газом комфорт и экономия, говорит женщина. В течение года мы закупали 25-30 тонн угля. Тратили около 460 тысяч тенге. Тонна угля стоит 23 тысячи. А сейчас за полгода заплатили 75 тысяч тенге. Конечно, газ использовать выгодно. С подключением сел к газу уменьшатся расходы и бюджетных организаций. В селе Тогаскен голубым топливом обеспечили пока только жилые дома. На очереди социальные объекты. Почти 40 лет среднюю школу села Тогаскен отапливают углем. За отопительный сезон уходит 350 тонн. Стоимостью чуть больше 5 миллионов тенге. Если образовательное учреждение подключить газу, то затраты сократятся в разы. За отопительный сезон будут оплачивать около 600 тысяч тенге. Для подключения газа разработали проект. Планируем подключиться к следующему учебному году. А сейчас наша котельная работает круглосуточно. Постоянно поддерживаем температуру. По газификации Сарасулского района разработан трехлетний проект. В этом году газу планируют подключить 14 населенных пунктов. У нас имеется 27 населенных пунктов, в их числе и город Жанатас. Проект позволит газифицировать район примерно на 70%. Всего в Жамбулской области 377 сел. Регион газифицирован на 48%. К 2027 году голубому топливу подключат еще 196 сел. Анастасия Сулейманова, Бахаджамбапаев, Тимур Силхан, Жамбулская область, Хабар, 24. Почти в 10 школах Павлодара испытывают нехватку школьных мест. Преимущественно дефицит складывается в густонаселенных микрорайонах областного центра. И напротив, в большинстве городских школ не хватает учеников. Ситуация парадоксальная, но и не критичная. Местные власти вынуждены принимать меры по равномерному распределению детей по учебным заведениям. Эту школу со 120-летней историей посещает всего 600 учеников. Хотя по нормативу она рассчитана на 800 человек. А если с учетом второй смены и вовсе, школа способна принять 1600 детей. Поэтому руководство учебного заведения заинтересовано в увеличении числа учащихся. Проводим родительские собрания на базе детских садов. Также ходим и на родительские собрания в других школ. Привлекаем, зовем к себе, делаем рекламу. И такая ситуация с профицитом мест сложилась почти в 10 городских школах. А в сельской местности недостаток учеников наблюдается повсеместно. По данным статистики, заполняемость учебных заведений в области едва превышает 60%. Например, в школах номер 43 и 34 количество учащихся превышает все нормативы. Хотя рядом расположены другие школы, где наоборот учеников не хватает. Поэтому для решения проблемы профицита мест мы разработали специальную программу. В ближайшее время мы намерены определить принадлежность жилых домов к той или иной школе, чтобы равномерно распределять учащихся. Среднюю школу в микрорайоне Затон можно назвать самой переполненной. Дети вынуждены учиться в приспособленном здании бывшего детского сада, которое по проекту рассчитано на 180 мест, но по факту обучаются здесь 600 детей. Поэтому местные власти решили строить в микрорайоне новое здание на 350 мест. Сдать в эксплуатацию школу планируют к началу нового учебного года. Строительство этой школы состоит из трех основных блоков. Это блок А, Б, В. Блок А состоит учебные классы, кабинеты химии, физики, биологии. Это кабинеты иностранных языков, кабинеты компьютерной классы. А блоки В – это класс начального образования, то есть первого, четвертый классы. И там два-три класса есть группа продленного дня. А блоки В, где мы сейчас стоим, это первый этаж будет столовая на 140 утящихся. И второй, третий этаж – это спортзал. Такая же проблема назревает в строящемся микрорайоне Сарарка, где за последние годы население увеличилось почти на 10 тысяч жителей. Полторы тысячи из них – дети. В этом году в микрорайоне обещают начать строительство школы на 650 мест. В целом, по данным статистики, за три года количество участников в Павлодаре выросло более чем на 6 тысяч человек. В семье и сотни любителей искусственного интеллекта встретились на чемпионате по спортивной робототехнике. Во Дворце творчества детей и молодежи школьники с гордостью демонстрировали свои изобретения. Конкурс проводится по четырем номинациями и двум возрастным категориям. Роботы участников должны были состязаться в сумо, сбить кегли и прийти первыми на финиш в гонке по линии. Такая, на первый взгляд, несложная задача оказалась не по силам многим киборгам. Чемпионат, целью которого является развитие творческих и интеллектуальных способностей у школьников, проводится в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». Строил я этот робот очень долго. Просто роботу надо программу залить, чтобы она делала то, что ты хотел. Роботтехника мне нравится, потому что там можно программировать, строить маленькими детальками. И этим развивать свою технику. У нас в этом году принимают участие все наши школы семейского региона, и городские школы, и сельские школы. Победители нашего чемпионата примут участие в областном чемпионате. Мы надеемся выявить самых лучших робототехников. Самая главная, основная задача – это развитие творческого, технического творчества в городе. Школьный хор вместо авторадио. В общественном транспорте Караганды ученики 39-й средней школы пели песни и читали стихи Абая. Небольшой поющий коллектив состоит из учеников пятых-седьмых классов. Хор колесел по городу в неурочное время. Школьники признаются, что первое подобное выступление на публике вызвало некоторое смущение. Но оно тут же пропало, как только пассажиры, услышав знакомые и любимые песни, начали подпевать. Ну а тем, кому не повезло оказаться в рейсе с поющими школьниками, о творчестве Абая напомнят плакаты с его произведениями. Абай – это целый Казахстан, целый мир, если его изучить. Например, вот я только что читаю, дети рассказывают стихотворения. Эти все стихотворения мы учили в школе, это так прекрасно. И вспомнили хотя бы четыре стиши. И не знаю, для меня это супер. Таковы основные события к данному часу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова